Джеймс Барри, Питер Пен и Венди Голова вторая, тень Миссис Дарлинг скричала И тотчас же, словно в ответ на звонок, дверь распахнулась и в детскую вбежала Нэна Она вернулась домой после выходного Нэна зарычала и бросилась на мальчика Но тот быстро выпрыгнул в окно Миссис Дарлинг снова закричала На этот раз от страха Она боялась, что он разобьется о мостовую Она выбежала на улицу, но там его не было Она поглядела вверх, но не увидела ничего, кроме маленькой звездочки Которая, как ей показалось, падала с неба Миссис Дарлинг вернулась в детскую и увидела, что Нэна что-то держит во рту Как оказалось, это была тень мальчика Сам-то он ускользнул от Нэниных зубов Но тени его не повезло Она не успела выскочить вместе с ним Окно захлопнулось И тень осталась в комнате Можешь не сомневаться Миссис Дарлинг оглядела ее со всех сторон Но тень была самой обыкновенной Нэна тут же решила, как с ней поступить Она вывесила тень за окно и подумала про себя Конечно, он скоро явится за нею Пусть она висит здесь на виду Тогда он легко ее достанет, не потревожив детей Жаль только, что Миссис Дарлинг не могла ее там оставить Тень была очень похожа на неглаженное белье Из-за нее весь дом стал выглядеть некрасиво Миссис Дарлинг хотела показать тень мужу Но он как раз в это время подсчитывал Во сколько обойдутся зимние пальто Для Джона и Майкла Чтобы сохранить ясность мысли Он обвязал голову мокрым полотенцем И мешать ему сейчас было бы просто непростительно К тому же Миссис Дарлинг прекрасно знала Что в ответ он только скажет Что же ты хочешь Если в няньках у детей собака Она решила свернуть тень и спрятать ее в комод Пусть полежит там, пока не наступит удобный момент Рассказать обо всем мистеру Дарлингу Ах, лучше бы она этого не делала Случай представился через неделю, в пятницу Ну, конечно, это случилось в пятницу Этой пятнице суждено было стать незабываемой для всей семьи Ах, почему я не остереглась Не раз говорила потом Миссис Дарлинг мужу Ведь это была пятница А Нэна сидела по другую сторону от Миссис Дарлинг И держала ее за руку Нет-нет, неизменно отвечал мистер Дарлинг Это я во всем виноват Я, Джордж Дарлинг Мея кулпа, мея кулпа Моя вина, моя вина Он получил классическое образование Так они сидели длинными вечерами Перебирая мельчайшие подробности этого рокового дня Пока они не запечатлелись в их памяти Словно голова монарха на бракованных монетах Где изображение было пробито насквозь Зачем только я обещала пойти на обед В дом номер 27 Говорила Миссис Дарлинг Зачем только я вылил лекарство в миску Нэнни Говорил мистер Дарлинг Зачем только я не притворилась Что лекарство вкусное Говорили Нэннины глаза полные слез А все моя любовь к развлечениям, Джордж А все мое руковое чувство юмора, дорогая А все моя обидчивость по пустякам, дорогие хозяева И тут всегда кто-нибудь из них начинал рыдать И Нэна при этом неизменно думала Да, конечно, не следовало им брать в няньке собаку И не раз мистер Дарлинг сам утирал Нэнни слезы Нет, но каков негодяй Восклицал мистер Дарлинг И Нэна вторила ему оглушительным лаем Но миссис Дарлинг никогда не ругала Питера Что-то в правом уголке рта мешало ей это делать Так они и сидели в пустой детской С грустью вспоминая все, что случилось в тот ужасный вечер Начался он обыкновенно совсем как сотни других вечеров Нэна приготовила воду, чтобы перед сном выкупать Майкла И понесла его на спине к ванне Не хочу я спать! Кричал Майкл Он все еще думал, что последнее слово всегда должно оставаться за ним Не хочу! Не буду! Нэна, еще нет шести! Я тебя не буду любить, Нэна! Не хочу я купаться, слышишь? Не буду! Не буду! Тут в детскую вошла миссис Дарлинг в белом вечернем платье Она оделась пораньше, чтобы показаться дочери Венди так любила смотреть на нее, когда она надевала это платье и ожерелье, которое подарил ей муж На руке у миссис Дарлинг был Вендин браслет Она попросила его у Венди на этот вечер Венди очень любила давать ей на вечер свой браслет Войдя в детскую, миссис Дарлинг увидела, что старшие дети играют Венди была миссис Дарлинг Джон мистер Дарлинг А Венди только что родилась Я счастлив сообщить вам, миссис Дарлинг, что вы стали матерью Говорил Джон точь-в-точь таким голосом, каким, возможно, говорил в тот день и сам мистер Дарлинг А Венди заплясала от радости Как, конечно, поступила в свое время и сама миссис Дарлинг Затем родился Джон с торжественностью, подобающей, по его мнению, мужчине А потом Майкл выскочил из ванной и сказал, что он тоже хочет родиться Но Джон грубо заявил, что больше детей им не нужно Майкл чуть не заплакал Никому ее не нужен, закричал он И, конечно, миссис Дарлинг не могла этого вынести Нет, нужен, сказала она Мне очень нужен третий ребенок Мальчик или девочка, спросил Майкл без особой надежды Мальчик Майкл бросился ей на шею Теперь, когда мистер и миссис Дарлинг и Нэна вспоминали об этом Слезы сами собой навертывались им на глаза Ведь это был их последний вечер с детьми И они продолжают вспоминать В эту минуту я и влетел к вам как ураган, да? Прошептал мистер Дарлинг Теперь он презирал себя за это Действительно, мистер Дарлинг влетел тогда в детскую как ураган Правда, у него были на то серьезные причины Он тоже переодевался, чтобы идти в гости И все было хорошо, пока дело не дошло до галстука Ты, конечно, можешь мне не поверить, но этот человек, который так хорошо разбирался в акциях и облигациях, был не в ладах с собственным галстуком Иногда галстук поддавался ему без особой борьбы Но бывали случаи, когда для всех было бы лучше, если бы он забыл о своей гордости и пристегнул готовый галстук В тот вечер галстук опять отказался ему повиноваться Мистер Дарлинг ворвался в детскую, сжимая в руки этого маленького и сильно помятого безобразника Что случилось, папочка, милый? Случилось? Закричал он не своим голосом Этот галстук, он не желает завязываться В голосе его зазвучала опасная ирония Завязываться-то он завязывается Но только не на моей шее Где угодно, только не на шее На столбике от кровати, пожалуйста Хоть 20 раз Но на моей шее ни за что Не желает и все тут Он, видно, думал, что миссис Дарлинг недостаточно ему сочувствует И строго добавил Предупреждаю тебя Пока галстук не завяжется на моей шее Мы в гости не пойдем А если мы сегодня не пойдем в гости Я перестану ходить на службу А если я перестану ходить на службу Мы с тобой будем голодать И наши дети окажутся на улице Ну и тут миссис Дарлинг сохранила присутствие духа Давай я попробую, милый Сказала она Ведь он для этого сюда и пришел Легкими прохладными пальцами она в один миг завязала ему галстук Дети стояли вокруг и смотрели, как решается их судьба Другой мужчина рассердился бы, увидев, как спокойно она все сделала Но мистер Дарлинг был выше этого Он небрежно поблагодарил ее и тут же забыл свой гнев Не прошло и минуты, как он уже танцевал по комнате с Майклом на плечах Как мы тогда веселились, вспоминала миссис Дарлинг В последний раз Стонал мистер Дарлинг Ах, Джордж, помнишь, как вдруг Майкл Спросил меня, мама А как я с тобой познакомился Еще бы не помнить Какие они были милые, правда, Джордж Главное, что они были наши Такие родные А теперь их у нас нет В эту минуту в детскую вошла Нэна Не надо же было так случиться, что мистер Дарлинг наткнулся на нее И к его брюкам пристала шерсть Мало того, что брюки новые Это была у него первая в жизни пара, обшитая тесьмой И он закусил губу, чтобы не расплакаться Конечно, миссис Дарлинг почистила брюки Но он снова стал говорить о том, какая это ошибка Что у детей в няньках была собака Но, Джордж, Нэна просто сокровище Конечно Но иногда мне бывает как-то не по себе Мне начинает казаться, что для нее наши дети Все равно, что щенят Ах, нет, дорогой Она прекрасно знает, что у них есть души Сомневаюсь Протянул мистер Дарлинг Сомневаюсь Тут-то ей представился случай Рассказать о странном мальчике Сначала мистер Дарлинг только посмеивался Но когда ему показали тень Он задумался Эта тень мне не знакома Сказал он, внимательно ее разглядев Но я совершенно уверен, что хозяин ее Негодяй Мы все еще говорили о тени Произносит миссис Дарлинг Когда Нэна принесла Майклу лекарство Помнишь? Ах, Нэна, больше ты никогда не будешь носить в зубах пузырек с лекарством И во всем этом виновата я Мистер Дарлинг был мужественным человеком Но в истории с лекарством он повел себя не очень умно Конечно, и у него были свои слабости Он был, например, глубоко убежден в том, что всю жизнь героически пил лекарства Вот почему, когда Майкл стал увертываться от ложки, которую поднесла ему Нэна Он строго сказал Но будь же мужчиной, Майкл Не хочу, не буду Упрямо кричал Майкл Миссис Дарлинг пошла за шоколадкой Но мистер Дарлинг решил, что ей не хватает твердости Не балуй его, мамочка Кричал он ей вслед В твоем возрасте, Майкл, я выпивал любое лекарство, не моргнув глазом Только приговаривал Спасибо, дорогие папочка и мамочка Что вы даете мне целый пузырек, чтобы я выздоровел Ему казалось, что именно так все и было И Венди, которая стояла рядом в ночной рубашке Тоже поверила этому И сказала, чтобы приободрить Майкла Твое лекарство еще противнее, правда, пап? То, что ты сейчас иногда пьешь Гораздо противнее, сказал мистер Дарлинг смело Я бы его сейчас выпил, Майкл, тебе для примера Если бы только не потерял пузырек Не то, чтобы он его потерял А просто однажды, поздно ночью, когда все в доме спали Он спрятал его в шкафу Только он не знал, что маленькая служанка Лиза Нашла пузырек и поставила его опять на умывальник Я знаю, где он, папочка Обрадовалась Венди Всегда готова его служить Сейчас я его принесу Не успел мистер Дарлинг ее рта раскрыть Как она убежала Мистер Дарлинг почему-то помрачнел Джон, сказал он, содрогаясь Это невероятная гадость Знаешь, такая липкая, сладкая, противная штука Ты проглоти ее побыстрее, пап И все Весело посоветовал Джон Тут Венди примчалась обратно В руках она несла стакан с лекарством Я бежала со всех ног, сказала она, с трудом переводя дыхание Ты у нас молодец, проговорил мистер Дарлинг С убийственной вежливостью, которой она не оценила И упрямо добавил Майкл первый Папа первый Сказал Майкл, он был недоверчив по природе А если меня стошнит, спросил мистер Дарлинг с угрозой в голосе Ну же, папа, торопил Джон Попридержи язык, Джон, приказал мистер Дарлинг Венди ничего не могла понять Я думала, ты пьешь лекарство совершенно спокойно, папа, сказала она Дело совсем не в том, ответил он Ты же знаешь, у меня в стакане лекарства больше, чем у Майкла Его гордое сердце не могло этого вынести А это несправедливо, я умирать буду, а все же скажу Несправедливо Папа, я жду Холодно, заметил Майкл Ну и что же, я тоже жду Папа, жалкий трус Сам ты жалкий трус Я не боюсь Ну и я не боюсь А что же ты не пьешь? А ты что? Тут Венди осенила А почему бы вам не выпить вместе? Конечно, сказал мистер Дарлинг Ты готов, Майкл? Раз, два, три, сосчитала Венди Майкл лекарство проглотил, а мистер Дарлинг спрятал свой стакан за спину Майкл испустил яростный вопль Ах, папа! Воскликнула Венди Что, ах, папа? Спросил мистер Дарлинг строго Сейчас же прекрати этот крик, Майкл Я хотел его принять Но... но не успел Просто ужасно, как они на него смотрели Похоже, что они им совсем не восхищались Послушайте, дети, сказал он с мольбой в голосе Как только Нэна вышла в ванную Я придумал чудесную штуку Я вылью свое лекарство Нэне в миску И она подумает, что это молоко И вылакает его Лекарство действительно было белое, как молоко Но дети, в отличие от мистера Дарлинга Не понимали таких шуток Они с упреком смотрели, как он вылил лекарство в Нэнину миску Как смешно! Воскликнул мистер Дарлинг Голос его звучал неуверенно, и они не решились его разоблачить Когда Нэна и миссис Дарлинг вернулись в детскую Нэна! Собачка! Сказал он, поглаживая ее Я налил тебе молочка в миску Нэна! Нэна махнула хвостом, подбежала к миске и начала лакать Но тут же взглянула на мистера Дарлинга Взглянула несердито, только на глазах ей Только на глаза ей навернулась слеза, которая заставляет нас жалеть благородных собак И она молча залезла в свою конуру Мистеру Дарлингу было страшно стыдно, но он не сдавался В ужасной тишине миссис Дарлинг понюхала миску Ах, Джордж, сказала она, ведь это твое лекарство Это была просто шутка, скричал он Миссис Дарлинг принялась утешать мальчиков А Венди обнимала Нэну Я из сил выбиваюсь, чтобы всем в доме было весело Сказал мистер Дарлинг с горечью И хоть бы кто-нибудь меня понял А Венди все обнимала Нэну Ну конечно, закричал он Обнимай ее, меня-то никто не обнимает К чему? Я только зарабатываю всем на хлеб Зачем же меня обнимать? Зачем действительно? Решительно, Джордж, попросила миссис Дарлинг Не так громко, пожалуйста, слуги тебя услышат Почему-то они называли Лизу слугами Ну и пусть, сказал он решительно Пусть весь свет слышит Но я больше часа не потерплю, чтобы у меня в детской хозяйничала собака Дети заплакали, а Нэна побежала к нему с мольбой в глазах Но он на нее даже не посмотрел Он снова почувствовал себя настоящим мужчиной Ничего, ничего, вас пикнул он Тебе место во дворе На привязи Отправляйся туда сию же минуту Джордж, Джордж, прошептала миссис Дарлинг Вспомни, что я тебе говорила о том мальчике Увы, он и слышать ничего не желал Он твердо решил показать, кто в доме хозяин И когда Нэна не послушалась его, он лаской выманил ее из конуры, схватил за ошейник и выволок в отбор Ему было стыдно, и все же именно так он и поступил Все это произошло из-за его слишком любящего сердца, которому так нужно было восхищение Привязав Нэну во дворе, несчастный отец уселся в коридоре и закрыл лицо руками Тем временем миссис Дарлинг в полном молчании уложила детей и зажгла ночники Тут они услышали, как лает Нэна Это он сажает ее на цепь во дворе, захныкал Джон Но Венди с ним не согласилась, хоть и она, конечно, не догадалась, что сейчас произойдет Нет, сказала она, когда ее обижают, Нэна лает по-другому А так она лает, когда чует опасность Опасность? Ты уверена, Венди? Ну, конечно Миссис Дарлинг задрожала и подошла к окну Оно было заперто на задвижку Она посмотрела на ночное небо, густо усыпанное звездами Они толпились вокруг дома, словно им не терпелось посмотреть, что там произойдет Но миссис Дарлинг этого не заметила Не заметила она и того, что две самые маленькие звездочки подмигнули ей Будто хотели предупредить ее о чем-то И все же безотчетный страх сжал ей сердце Как мне не хочется сегодня идти в гости, сказала она Даже Майкл, который уже засыпал, понял, что она чем-то встревожена Когда ночники зажжены, нам нечего бояться, правда, мам? Спросил он Конечно, дорогой, ответила она Эта мама оставляет их следить за своими детишками Она подошла к кроваткам, сначала к одной, потом к другой, третьей, напивая колыбельную И Майкл крепко обнял ее Мама, сказал он, я так рад тебе Это были последние слова, которые миссис Дарлинг услышала от него перед долгой разлукой Дом номер 27 был совсем близко Но в тот день выпал легкий снежок И мистер и миссис Дарлинг шли осторожно, чтобы не испачкать обувь На улице кроме них никого не было И все звезды внимательно следили за ними Звезды очень красивы Но они могут только наблюдать за тем, что происходит А сделать ничего не могут Это наказание наложено на них за какой-то проступок Который они совершили так давно, что ни одна звезда уже не помнит, что это было Старым звездам давно уже все наскучило И они смотрят на мир стеклянным взглядом и молчат Но юным все вновь И они без устали мигают, переговариваясь друг с другом Звезды не очень-то любят Питера Потому что он часто подкрадывается к ним сзади и пытается их задуть Но в тот вечер им было скучно Вот почему они были на его стороне и с нетерпением ждали, когда взрослые ушли Как только дверь дома номер 27 захлопнулась за мистером и миссис Дарлинг На небесах поднялось волнение И самая крошечная звездочка из Млечного Пути пропищала Питер, давай Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok